Всех рада приветствовать на своем канале, сегодня нахожусь в магазине фамилии, вас ждет обзор верхней одежды и конечно же будет примерка. Ну что, сразу к делу. Пуховик, который невозможно не заметить, у него очень интересная текстура, она такая с ворсинками и очень сильно блестит. Стоимость 6500 рублей. Большое количество разнообразной стежки есть, как и классика, и что-то более интересное, вот, например, такой вариант с кругами. Но это, конечно же, на любителя. Кстати, этот бренд широко представлен фамилией, я раньше его не встречала, а в этом сезоне он как-то очень популярен. Вот, кстати говоря, такая стежка мне нравится больше классическая, опять-таки тот же самый бренд. Так, стеганое пальто 5500 рублей. Неизвестный для меня бренд, очень много их фамилий. И вот такой блестящий черный пуховик. Это все тот же самый бренд, который мы видели в самом начале. Такой блестящий-блестящий пуховик. Вы знаете, на черные цвета даже как-то не хочется обращать внимание, но покажу вам несколько моделей, чтобы вы имели представление. Косухи 3299 рублей. Это, конечно же, искусственная кожа, но на ощупь достаточно приятная. Есть также большое количество курток, скройных как пиджак, шакет 4500 рублей в бежевом цвете или очень красивый пиджак в таком мятном цвете, очень красивом томфар. И цена у него 1959 рублей. Мне кажется, хорошая цена. Еще немного бежевого. Эта куртка уже идет с утеплителем. Вот так называется бренд, а цена у нее 5000 рублей. Здесь рядышком вижу рубашку. 3300 рублей. Можно было бы снизить цену. Сезон все-таки уже подходит к концу. Еще одна классная находка. Это один из моих любимых брендов фамилий. С Оливер. Очень красивая куртка. Она здесь смотрится такая грязно-грязноватый цвет. На самом деле он такой чистый, мятный, очень красивый. Стоимость 4000 рублей. Все в ней прекрасно. Нравится и длина, и цвет. Ну а теперь немного классики. Бежевое пальто, халат. Бренд этот для меня ранее неизвестный был. Так, стоимость 4200 рублей. И в этом сезоне, и не только в этом, давно уже популярны вот такие металлические истории. Цена 4200 рублей. Куртка. Но она такая совсем-совсем легкая. Ну а теперь посмотрим пуховики. Покажу вам отдельные модели, поскольку видео, чтобы не затягивать особенно. Этот бренд я увидела только в этом сезоне. У него очень интересные модели. Стоимость 3000 рублей. В районе 3000-4000 можно взять пуховик. А это уже более классическая история. Этот бренд я видела и в прошлом сезоне. Мне очень нравится их ткань. Она как бы такая бархатистая. Но он уже, соответственно, подороже. 8000 рублей. И я помню, в прошлом сезоне примеряла что-то из их коллекции. Очень такая жаркий, теплый пуховик. Так, 5000 рублей. Это бренд Кроп. Даже не знала, что Кроп представлен в магазине. Фамилия. Это такая молодежная история. Так, черный цвет. Классика. Ничего особенного. Так, цена 6500 рублей. Хочется немного цвета. Давайте посмотрим. Синий красивый цвет. Длинное пальто. Это бренд BeFree. И, как я поняла, у него отстегивается низ. И пальто превращается в куртку. Также есть укороченные модели. И длинных пуховиков. Достаточно большое количество. Есть бренды подороже. Есть бренды подешевле. Эта куртка стоит 8000 рублей. И здесь, кстати говоря, остался ценник, видимо, из прошлого магазина. Эта куртка была на распродаже. И стоила 8500 рублей. То есть, фамилия дополнительно накинула 500 рублей. Можно было бы накинуть и больше. Следующая куртка. До минус 20 градусов. 4000 рублей. Недорого. И классика. Черная куртка. Классическая. Это новый бренд. Не знаю, как он правильно читается. У них бюджетные цены. Но модели интересные. 3300 рублей. Так, двигаемся с вами дальше. Стежка всегда, знаете, цепляет взгляд. Так, цена 7500 рублей. Недешево. А меня все тянет на какие-то бежевые разные оттенки. Вот такой пуховик. Здесь цена 6000 рублей. Так, так, так. Пыталась тут найти название бренда. Неоновая история. Темно-синий цвет. 5500 рублей. Страна изготовления. Россия. А вот это очень классная находка. Популярный бренд Ли. И когда трогаешь, уже даже по ощущениям возникает, ну, ощущение качества. Сразу отличаются товары. Очень мне понравилась сама модель. Это как будто бы парка. 10 тысяч стоит рублей. Ну, у нее вот такие интересные рукава, которые делает эта модель, мне кажется, более женственной. Бренд BeFree. Бежевая классика. Так, цена 3200 рублей. Хорошая цена. Так, а это бренд Button Blue. Я до этого была всегда уверена, что это только про детскую одежду. Но нет, оказывается, есть и у них взрослая линейка. Еще одна куртка в анималистичном таком исполнении. И это как раз-таки новый бренд. 3500 рублей. Интересные у них модели. Мне нравится. Немного цвета. Розовый цвет. Очень популярный сейчас. Так, такой пуховик будет стоить 5000 рублей. И напоминаю, если вы все еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это помогает продвижению канала. Ну, а мы возвращаемся в магазин Фамилию. И начнем смотреть разные варианты пальто. Посмотрите, как их здесь много. Начнем с розового. Цвет плаща, кстати, немного ярче, чем передают камерам. Так, цена у него 4000 рублей. Мне нравится качество. Мне нравится цена. Все отлично. Следующая находка, просто я считаю, что это находка этого видео, это бренд Помпа. Цена 10 тысяч рублей. На самом деле для этого бренда это существенная скидка получается. Пусть вас не смущает этот воротник. Он при желании отстегивается. У меня есть пальто от бренда Помпа. И сноса ему нет. Отличного качества. Все в нем идеально. Здесь в комплекте также есть пояс. Возьму его обязательно, примерю. Досматривайте это видео до конца. Бренд Манго. Пальто, пиджак. Цена у него 6000 рублей. И не понимаю, почему на ценнике фамилии перестали писать бренд Манго. Бренд Улишова, наверное, как-то так. Много его фамилии, но в других магазинах я его не встречала. Кто что знает об этом бренде, поделите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно почитать. Еще один новый бренд. Так, цена 5000 рублей. Яркий фиолетовый цвет. Так, розовая куртка. Смотрите, у него интересная текстура. Так, и цена всего 1000 рублей. Мне кажется, отличная история, чтобы, так знаете, на сезон взять, поиграться. И если не нужно, то забросить его куда-нибудь вглубь полки. Классическая шуба, 6500 рублей. Искусственный мех. Эта тема сейчас популярна. Так, пальто, халат в красивом, мятном, нежном цвете. Очень приятное на ощупь пальто. В общем, классика. Цена 6000 рублей. Так, еще нравится вот такой рисунок, напоминающий елочку. 4500 рублей. Это дорогой бренд достаточно. И скидка существенная. Но, смотрите, оно уже подзакаталось. И к нему не то, что мерить его, а к нему просто прикасаться даже неприятно. 7000 рублей. Черная классика. Отличное пальто. Так, двигаемся дальше. Еще одно открытие этого обзора. Это бренд Вивальди называется. У них классная коллекция пальто. В составе всегда присутствует шерсть. Классические модели. Если любите классику, обязательно найдете что-то у этого бренда. И здесь он достаточно широко представлен. Так, бренд Манго. Ну, этот воротник, мне кажется, это уже такой вчерашний день. Цена 6500 рублей. Так, да, бренд Манго. Все верно. Можно здесь выбрать кожаный плащ. Ну, как кожаный? Понятно, что это искусственная кожа. Цена 6000 рублей. Есть в черном цвете, есть в голубом цвете. Интересная история. Ну, не для всех, мне кажется, тоже на любителя. Так, еще немного классики. Очень нравятся такие светлые цвета. 6000 рублей. То есть, в районе 6000 рублей можно приобрести хорошее пальто. Пальто Синар называется. Есть какой-то такой мужской бренд одежды. Так и хочется сказать. Синара. Так, рубашки. Очень такие популярные, уже не первый сезон. Цена у них 4000 рублей. Но учитывая, что уже, знаете, летние деньки заканчиваются, и вечера уже такие достаточно холодные, можно было бы и ниже поставить цену. Так, Манго. Классика. Бежевый цвет. Еще Манго. Этот бренд достаточно часто появляется в фамилии, в разных отделах. Так. Желтое пальто. У него отличный состав. В составе есть шерсть. Оно легкое. Но, учитывая, что оно светлое, и, вероятно, уже достаточно давно кочует из магазина в магазин, наверное. В общем, немного подустало пальто. Так, красивый бирюзовый цвет. Так, цена у него 5000 рублей. Вот так называется бренд. Классика. Пальто на запах. Пальто-халат. А сейчас всеми узнаваемый и мною любимый лично бренд Benetton. Здесь представлено плащ. Так указано на этикетке. В общем, это что-то вот кардиган. Между плащом и кардиганом. Стоимость 4000 рублей. А теперь приготовили платочки H&M. Посмотрите, какой классный удлиненный жилет и прекрасный цвет серый. Мне нравится. Цена у него, конечно, расстраивает 2500 рублей. Мне кажется, если бы H&M не ушел, то цена у него была бы в стационарном магазине гораздо ниже. Еще показываю вам классику от бренда Vivaldi. Красивый цвет. Потрясающий крой и состав. Здесь составишь 80% шерсти. Обратите внимание на этот бренд. 7-8 тысяч. И у вас отличное пальто. Ну, а теперь переносимся в примерочную. Я взяла с собой несколько вещей померить. Этот голубой плащ. На мой взгляд, он увеличит вас так размера на 2. Но в целом интересно. Следующее бирюзовое пальто. Классика. Длина чуть ниже колена. В общем, почему нет? Если хотите раскрасить эту осень, можно выбрать либо бирюзовый цвет, либо что-то ярче. Что-то ярче будет дальше. Следующее пальто в более таком спокойном цвете. Фисташка. Оно немного мне большевато. И рукава длинноваты. Вот как раз таки вам показываю. В целом, очень приятная ткань. Классическая модель. Мне кажется, все отлично. Ну, а теперь немного краски. Розовый цвет. Популярный розовый цвет. Вот этот плащ. Можете купить в магазине Фамилия. Цена около 4 тысяч рублей. Классика. Тоже своего рода. Но цвет, конечно, не оставит вас незамеченной. Мне нравится, как сидит. Мне нравится ткань. И длина до середины колена. В общем, все в нем отлично. И также хочу напомнить. У меня есть свой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. Еще одна розовая модель, которую взяла примерить. Это вот такой пиджак. Стоимость у него 1000 рублей. Бюджетная цена. Можно взять на сезон. И быть яркой этой осенью. Ну, а теперь помпа. Помпа. Вот так выглядит модель на мне. Приятная по качеству. У них какая-то своя технология, которая делает эти пальто особенно теплыми. И еще хотела вам показать их подклад. Посмотрите, какая красота. Так красиво, романтично и женственно. Здесь в комплекте пояс идет. Много разных бирочек. И вот как раз таки здесь говорится о том, что в два раза теплее. Аналогично пальто на обычном утеплителе. Классная модель. Мне кажется, отличная находка. И вот такая у них петелька. Металлическая. И с указанием бренда. В общем, бренд помпа. А сейчас, кстати, он стал невероятно дорогим. И уже не таким доступным, как раньше. Ну, вот фамилии можно найти. Теперь заглянула я в отдел с золотыми брендами. Как называет их сама фамилия. Бренд Adidas. Вот такие. Адутые шарфы. 5500 рублей. Бежевый цвет. И расцветка, имитирующая как будто бы газету, наверное. Также аналогичная цена. 5500 рублей. Сейчас посмотрим, что есть еще интересного из бренда. Calvin Klein платок. Почти 5000 рублей. Marco Polo. Классическая шапка. Так, цена 3300 рублей. Plane Sport. Не знаю, имеет ли это отношение к... Плэйн, да, популярному. Очень бренду дорогому. Но куртки яркие, заметные. Они, правда, очень сильно шуршат. 8000 рублей. Plane Sport. Вот такая куртка. Есть более спокойный вариант. В зеленом цвете. И эта куртка уже так не шуршит. В общем, более такая... Деликатная, что ли. Цена у нее уже 9500 рублей. Ну, я на этом буду заканчивать свой обзор. Спасибо, что заглянули. Я надеюсь, он был для вас полезным. Пока-пока.